Не заболеть самому и не заразить окружающих. Почти год назад Роспотребнадзор ввел в стране противоковидную меру обязательное ношение масок в общественном транспорте. За исполнением постановления ежедневно следит специальная межведомственная комиссия. Контроль недавно пришлось усилить. За неделю выполняется 80 рейдов, которые охватывают все виды транспорта. Это автобусы, трамваи, троллейбусы, а также линии метро. Принцип работы тот же. Мы в составе комиссии, куда входит департамент транспорта, представители перевозчиков, полиция, добровольная народная дружина. Заходим в транспортное средство. Если обнаруживаем пассажира без маски, и он отказывается эту маску надеть, мы его приглашаем выйти на остановку, и тут же в отношении него вставляется административный протокол. С подобными вынужденными мерами согласны и жители города. Обязательно маска. Это как бы существует какое-то правило для всех. На красный свет нельзя ходить. Так и это в общее положение страны. Это, я считаю, первой степени патриотизма. Особенно важно не забывать про маску осенью, говорят специалисты. После первого сентября количество пассажиров резко возрастет. В транспорт вернутся школьники и студенты. По этому случаю усилили и работу по дезинфекции подвижного состава. Было дано поручение подготовить подвижной состав после лета, промыть все места от пыли, продезинфицировать все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это валидаторы, это поручни, ручки, сидения, двери. Все это обрабатывается. Проводится генеральная уборка перед первым сентября. Рейды в городе будут проводиться до тех пор, пока оперштаб не примет решение об отмене масочного режима. За прошлую неделю выявили одного антимасочника, а почти за год 484 нарушителя. 340 из них с января 2021-го. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.